Микрофона Юрия Пранько, это Финам ФМ, ежедневная вечерняя интерактивная программа «Реальное время». У нас сегодня будет крайне важная и принципиальная тема, но прежде я вам хочу сказать, и об этом я уже написал сегодня в своем блоге в LiveJournal, я посетил муниципальную поликлинику в Москве. Вы знаете, сказать, что это шоковое состояние, это ничего не сказать. То есть вот так получилось, что в эти дни я побывал в ФНС, я побывал в ФМС, и вот сегодня третий раунд моих посещений — это муниципальная поликлиника. Я не знаю, куда мы катимся. Люди, которые работают в этих органах власти, в данном случае в налоговой и миграционной службе, они вообще не видят людей в упор, то есть они их просто не видят. Ты задаешь им вопрос, извините, пожалуйста, добрый день, помогите, я знаю точно, вы можете помочь. Тебя нет. В муниципальной поликлинике это вообще нечто неожиданное для меня. То есть я предполагал, что наше материально-техническое оснащение муниципальных поликлиник оставляет желать лучшего, но отношение врачей к пациентам — это тоже тема отдельного разговора. Как мне представляется, на самом деле все это связано и с той темой, о которой мы будем сегодня обсуждать, почему в России отсутствует парламентский контроль. То есть у нас произошло что? В политике, в экономике, в социальной сфере везде монополизм. Он чувствуется, он ощущается. Я вам представляю моих сегодняшних гостей. Это Геннадий Гудков, заместитель представителя Комитета Госдумы России по безопасности и противодействию коррупции, член фракции «Справедливая Россия». И Анатолий Борисович, выборный депутат Государственной Думы России, член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, член фракции «Единая Россия». Анатолий Борисович, добрый вечер. Добрый вечер. Напомню, средства коммуникации для вас, господа. Многоканальный телефон 65 10 99 и 6, код Москвы 495. Это для звонков. Для писем наш портал в интернете finam.fm. Там же идет и прямая веб-трансляция. Можете слушать, можете смотреть. Самое главное, участвуйте в разговоре. И наш круглосуточный информационный сайт в интернете finam.info. Там мы вас информируем о самом важном и главном. И там же вы участвуете в дискуссиях. Иван Иванович, давайте я с вас начну. Вы, насколько мне известно, не первый год ставите вопрос о парламентском контроле в Российской Федерации. Вот я хочу понять, для чего и какой ответ вы слышите от своих коллег по Нижней Палате Федерального Собрания. Начнем издалека. Когда я стал депутатом, депутатам выдают портфель депутатов, которые входят в Конституцию России. То есть прямо в портфель вложено? Прямо в портфель вложено. Закон о статусе депутата, Конституция, блокноты и так далее. И я, как добросовестный человек, который привык все читать, прежде чем какой-то вывод сделать, я ее прочитал уже с точки зрения депутата Государственной Думы. И не буду скрывать, Юрий, что у меня три дня было подавленное настроение, как будто я похоронил кого-то там, ну, может быть, не близких, а кого-то, ну, очень хорошего товарища своего. Потому что я понял, что, ну, как бы, все, капец. И рано или поздно это обязательно со страной произойдет. В Конституции записано примерно следующее, что Россия это страна с абсолютной, ну, а-ля монархической или а-ля феодальной властью, которая бесконтрольна. И изменить этот порядок цивилизованным правовым путем практически невозможно. Вот что записано в нашей Конституции. Поэтому, говорят, там Путин довел страну до чего-то, ничего подобного. Все это было заложено 12 декабря 1993 года, когда стихли танковые залпы, направленные на парламент. Он был расстрелян, вместе с ним была расстреляна мечта России на правовое, демократическое и социальное государство. И принципиальное отличие нашей власти от западной, от любой нормальной власти, которая обеспечивает адекватную сегодняшнему веку жизнь, является следующее, что власть, власть, она от народа. Вот у нас это заявляется, а у них это на самом деле. Народ во всех странах признан единственным источником власти. И если народ является единственным источником власти, то народ имеет право через своих представителей, а у нас представительная власть, вот та, которую избирают депутатов, через своих представителей контролировать все, что делает исполнительная власть на благо народа. А по факту? По факту на Западе так оно и есть. Именно поэтому, вы думаете, наши люди хуже и лучше, чем в Западе? Ничего подобного. Но почему-то наши воруют нещадно, грабят страну, поэтому мы занимаем там 130-е место по услугам медицины. Вот вас возмущает эта поликлиника, я давно об этом знаю. Ну и так далее. То есть разворовывается, разграбляется страна, потому что бесконтрольная власть, чудовищная коррупция, рука руку моет, круговая порука вот эта вот. И разорвать этот круг можно только не только там методами политическими, что надо делать, это политическая конкуренция, сменяемость власти путем выборов честных, не таких, как Чуров считает там. И одним из ключевых инструментов выкорчевывания коррупции во всем мире являются механизмы контроля. И начинаются они с парламентского, это как бы вот фундамент контрольных всех этих контрольных механизмов общества, это парламентский контроль. Если парламентский контроль есть, к нему добавляется контроль общественный, гражданский, дальше идет контроль медийный, и дальше уже просто идет контроль, который на Западе столько контролирует, сколько граждан страны. Доходы, расходы контролируют все граждане. У нас вообще этого нет? У нас этого практически нет. Парламент у нас лишен всяких властных полномочий. Депутат это никто, и звать его никак. Именно поэтому, понимаете, интуитивно люди понимают, что они в парламент избирают, а ничего не меняется. Вроде ребята хорошие, лозунги нормальные, а результатов нет. Почему? Потому что у нас все полномочия в исполнительной власти. Она у нас назначает судей, она у нас формирует систему, она у нас командует прокуратурой, и она подавляет парламент, отнимая у нее полномочия одно за другое. За эти годы у парламента отняли, сейчас не помню точную цифру, несколько сотен полномочий, несколько сотен. Потому что парламент, скажем, 93-го года и парламент 2012-го, это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Вот поэтому ситуация, она вот такая. И если мы не восстановим институт парламентского контроля, как воровали, так и будут воровать, как беспредельничали, так и будут беспредельничать, как обманывали людей, так и будут продолжать обманывать. Начинается это все с борьбы внутри самой власти. Власть на Западе как поступает? Вот мы пришли к власти, мы отдаем контроль за собой оппозиции. Для этого, ну, я сейчас, это вступительное слово, я, наверное, Антон Борисовичу даю своему коллеге слово, а потом я расскажу, как устроен парламентский контроль за рубежом. Это Геннадий Гудков, депутат Госдумы России, член фракции «Справедливая Россия» Антон Борисович. Ваш взгляд? Вы знаете, когда я стал депутатом, я молодой законодатель, буквально полгода, открыл конституцию и также читаю. И там написано, статья первая, что Российская Федерация – это демократическое, федеративное, правовое государство с республиканской формой правления. И в данном, в конституции, ну, представьте себе, что мы живем в Думе, и мы все знаем, что в нашем Думе есть несущие стены, которые нельзя ломать. Это законодательная, судебная и исполнительная власти. Если мы об этом говорим сейчас, то мы фактически пытаемся признать, что у нас какая-то власть из них, одна из них, недостаточно работает, и у нас недостаточно контроль над этой властью, может быть. Или мы пытаемся таким образом подменить работу одной из властей под предлогом, нужно создать парламентский контроль более усиленными, мощными полномочиями, которые бы, может быть, даже были шире, нежели они предусмотрены Конституцией Российской Федерации. Но этого делать нельзя. Почему? Потому что если мы живем в этом Думе, представьте себе, что наш Дум – это наша Конституция и государство. И вот эти несущие стены – это фундаментальные столпы власти, законодательные, судебные и исполнительные. И если только мы начнем рушить несущие стены в Думе, Дум, конечно, упадет, и все погибнем. Но если мы хотим, соответственно, говорить, если мы говорим о том, что фактически под парламентским контролем мы хотим поменять Конституцию, то так нужно и говорить, что мы с Конституцией, Геннадий Владимирович, по-моему, на заседании комитета говорил, что Конституция устарела, ее надо менять. Но тогда нужно, если мы так хотим пойти этим путем, теоретически это тоже возможно, может быть, даже проработать какой-то вопрос, но это нужно очень осторожно, не крушить несущие стены. Тогда нужно приглашать экспертов, ученых, специалистов, которые будут разрабатывать новую Конституцию, которую общество желает. Но это нужно делать фундаментально, шаг за шагом. Нельзя взять, рубануть и сказать, это все плохо, мы будем делать новое. Но на ваш взгляд, вот сейчас действительно соблюдается независимость трех ветвей власти? Не превалирует исполнительная власть? Нет. Положа руку на сердце. У нас сегодня как раз есть четкое понимание, где законодательное, где судебное, где исполнительное. Но мы хотим, чтобы они лучше работали. Вот это нужно признать, что мы хотим, чтобы они лучше работали. Но это не значит, что они не работают, или нужно создавать какую-то надпартийную структуру. Вы обратите внимание, если мы только пойдем по этому пути сейчас, мы будем рушить данную конструкцию, которую рушить ни в коем случае нельзя. Во-первых. Во-вторых, это напоминает мне времена ЦК КПСС, когда у нас была партийная настройка. Я тогда был молодым следователем. Органы военной прокуратуры. Представьте себе, что я не мог возбудить уголовное дело в отношении офицера-коммуниста, пока партия не даст добро. А если мы сейчас создадим такую над всеми структуру, которая сейчас, допустим, контроль за законодательством, прямо предусмотрена прокуратурой Российской Федерации. Она относится к судебной власти, согласно главе 7 Конституции Российской Федерации. И прокуратура это единственный федеральный централизованный орган по контролю за соблюдением Конституции и других федеральных законов. То есть я правильно вас понимаю, вы абсолютно искренне считаете, что ни президент, ни исполнительная власть не вмешиваются в компетенции законодательной судебной власти? Вы знаете, вот я проработал полгода, и я пока такого не могу сказать, чтобы кто-то вмешивался в законодательную власть. Вот я говорю за себя и как депутат Государственной Думы Российской Федерации. Я пока такого давления с чьей-либо стороны я не видел, не набляю. Более того, я понимаю, что у меня очень широкие полномочия, даже законотворчество. И за эти полгода я, допустим, внес, проработал вопрос внесения 35 поправок, допустим, закон об исполнении административного наказания, который внес правительство Российской Федерации. Представьте себе, правительство Российской Федерации вносит закон в Государственную Думу. Тогда, исходя из этой логики, я должен сказать, есть, и выполнить это, и тут же принять. Но я внес 35 поправок, сейчас вносятся и прорабатываются, они все принимаются. Мы можем спорить, мы круглые столы проводим слушания, но они принимаются, потому что я обосновываю. Это аргументировано. И это объективно, это можно проверить мою законотворческую деятельность. Нет, я согласен, я вам доверяю. Мы обменялись сейчас только первыми суждениями. Здесь Геннадий Гудков, фракция справедливой России, Анатолий Выборный, фракция Единая Россия. После краткого выпуска новостей продолжим наш отдел. 19 часов и 16 минут в российской столице. Это реальное время на Финам-ФМ. Тем программам «Почему в России отсутствует парламентский контроль». Разные позиции у нас представляют депутаты Госдумы России. Геннадий Гудков и Анатолий Выборный, вы можете участвовать в разговоре. Звоните на 65 10 99 и 6, код Москвы 495, пишите на финам.фм. Иван Ильич, ну вот ваш коллега сказал, что не ощущает никакого недавления, что передел фактически или новая формировка Конституции, это несколько иной вариант. Я могу сказать следующее, если у нас все так хорошо, то чего у нас тогда так плохо-то? Ну вот, если все хорошо, все работают, там чуть-чуть нужно подкорректировать, чуть-чуть подмазывать, чуть-чуть проконтролировать. Никто ни на кого не давит. Никто ни на кого не давит. Все классно. Такая страна, тем более по Конституции мы там демократическое правовое государство. Хоть стой, хоть падай. Вот, только что выступил Бастрыкин с правовым открытием, который сказал следователю. Чего он закрывает дело? Закрывать, прежде чем закрывать, иди посоветуйся с начальством. Вот это профессионально независимость. Следователь подчиняется только закону. Оказывается, он подчиняется начальству, а я не знал. А мы законы для кого-то пишем. Это лукавство. И потом получается, что у нас, как сказал Анатолий Борисович, с которым мы коллеги по комитету, что в нашем государстве даже стены уже стали несущими. Знаете, раньше просто несли руками в карманах, а теперь уже и стены стали несущими. Все выносит из страны. Дикий отток капитала, дикое воровство. 300 миллиардов по доллару оценка экспертов. Коррупционный оборот. Миллиардов долларов. О чем это говорит? Ну вот, допустим, ту же Кущевку возьмем. А что закрывали дела-то? А почему не расследовали? Десятки раз закрывали до тех пор, пока не убили всю семью вместе с детьми малолетними. Только после этого что-то начали делать. Кто должен контролировать? Пушкин? Где эта прокуратура? Почему она не проконтролирована? Где начальство там Следственного комитета? Где начальство Следственного комитета МВД? Что-то все упустили. Власть ничего-то никак не... Потому что люди заняты другим несколько. Я недаром сказал про несущие стены, в том смысле, что даже стены начинают воровать и выносить. Все. Поэтому на сегодняшний день, не надо отрицать очевидное. Весь мир живет уже несколько столетий с механизмом парламентского контроля. Для них это святое. В чем суть? Давайте вот это обозначим. Теперь объясняем, в чем суть. Совершенно верно. В парламентах всего мира по решению 25, максимум 30% депутатов могут быть созданы контрольные комиссии и комитеты. Кое-где они еще называются комиссиями расследований. Эти комиссии, как правило, работают на постоянной основе. То есть, есть два вида контроля народа через парламент. Это парламентское расследование. У нас есть, кстати говоря, закон, который тоже нарушает Конституцию, но по инициативе президента принято. И есть второй вид контроля, который, парламентское расследование, вот что-то произошло с Айной Шушенской ГЭС, расследовали, забыли, комиссии распустили. А парламентский контроль, это постоянно работающая комиссия парламентского контроля, которая, подчеркиваю, подавляющая большинство парламентов создаются меньшинством. Эти комиссии строятся на паритетной основе. Там участвуют депутаты всех фракций и партий, то есть, являющихся политическими оппонентами. Решение принимается и рассматривается коллегиально. Там не может, не один депутат это делает, а делает группа депутатов, которые вошли в эту комиссию. Причем делают это в режиме гласном, зачастую под камерами представителей средств массовой информации и общественности. То есть, все публично? Абсолютно все публично. И, ну, там, если есть только гостайны, может быть специальные закрытые заседания, но это редкость. Я видел, как расследовали в Иран-Гейпс, в Соединенных Штатах Америки, сам лично, своим собственным ушами и глазами слышал и видел. И я могу сказать, что вот эти механизмы, да, парламенты во всем мире имеют огромные полномочия. Даже в Соединенных Штатах Америки, самой президентской республики, ни один руководитель, замначальник департамента не может быть назначен без прохождения фильтра комиссии Конгресса и Сената США. Я уж не говорю про все остальные. И любое должностное лицо может быть приглашено на эту комиссию и должно явиться. Члены комиссии, они принимают решение. Мы проверяем, допустим, строительство моста в Ульяновске. Куда он делся, вот, предположим, или где-то еще. Они формируют комиссию, проверяют. Они имеют право побеседовать с любым должностным лицом или гражданином, посетить любой офис, ознакомиться с любой документацией, а не с той, которую нам любезно представляют исполнительные директора и прочее. Что им выгодно дают, что не выгодно не дают. И составить свое собственное мнение о том, что же там произошло на самом деле или происходит. Куда делись деньги, почему не построен мост, почему у нас там танцующие мосты и так далее и тому подобное. Или, допустим, почему все-таки в Кущевке произошло это побоище, а 10 лет люди жалость, никаких мер не принимали. Вот для этого существует комиссия парламентского контроля. И это абсолютно нормальная многолетняя, столетняя практика мира. И там, где этот парламентский контроль работает, а вслед за ним и другие механизмы контроля, нет воровства как системы. У нас ведь на самом деле доктрина многих людей во власти, тащи больше, тащи дальше. И существуют гигантские, циничные, абсолютно мерзкие способы выкачивания денег из страны, обворовывания собственного народа, обворовывания собственной экономики. И потом эти деньги попадают в Соединенные Штаты Америки. — Абсолютно отстранено. Даже бюджет, на параметры бюджет не влияет. Есть счетные палаты, но она сейчас под президентом, а была когда-то под парламентом. Никаких иных полномочий у депутатов нет. Когда я говорю за рубежом, что у нас бюджет принимается в течение трех недель, они крутят пальцем у виска. Они говорят, вы депутаты или где? Я говорю, или где? — Анатолий Борисович говорит, 39 поправок по одному закону. — Да, это вы знаете, мы совсем недавно в законном митинге в 467 поправок вносили. Вот была такая история. Ну, была итальянская забастовка, и будет еще, видимо, если будем работать дальше в таком ключе. Поэтому, отказывая народу в праве знать, чем занимается власть, власть обеспечивает свои собственные шкурные интересы. У нас миллиардные, многомиллиардные состояния возникают даже не за десятилетий, там, столетий, как за рубежом, а за дни и даже часы. Вот цена вопроса. И поэтому у нас нет никакой, на самом деле, ни представительной власти, это имитация, это жалкое подобие парламентов того, что есть на Западе. У нас абсолютно зависимый суд, который по конституции, все председатели судов назначаются президентом, вносятся кандидатуры. И поэтому у нас абсолютно все перекошены полномочия и балансы. И поэтому страна монархическая. Вот скажет царь завтра люминий, все будут говорить люминий. Скажет царь сеять кукурузу на Северном полюсе, и будут высевать, и будут говорить, что классные, так сказать, условия для как раз возревания кукурузы на Северном полюсе. Скажет вокруг Байкала, значит, по Байкалу, по дну Байкала проложить нефтепровод и проложит. Скажет, что нельзя вдоль Байкала класть. И тут же найдутся тысячи специалистов, которые скажут, что всю жизнь мечтали и знают, как дешевле проложить этот трубопровод там в тысячи километрах от Байкала. Страна, управляясь в ручном режиме, не управляется вовсе. То, что мы имеем в поликлиниках, с чего мы начали, в автобусах там наших и прочее, это еще Москва. А вот туда чуть подальше, как говорится, Москва и далее везде. Вы посмотрите, что там вот. Там люди приходят, там хорошо, что еще не с своими белыми тапочками. А так все свое несут в больнице. Еще и кормить там их забывают. Это Геннадий Гудков, депутат Госдумы фракции «Справедливая Россия». Анатолий Борисович, вы согласны с мнением, что парламент смедлен вообще до какого-то ничтожества? Да, категорически нет. Знаете, Россия это очень молодое демократическое государство. Но мы все время сейчас, Геннадий Владимирович, ссылается на западный опыт. Почему бы нам не вернуться наш опыт российский, допустим, до царской России? Вот довод приводится, что следствие не работает, прокуратура не работает. Но смотрите, до царской России не было понятия парламентского контроля. Но у нас, да, но и не требовалось, может быть, потому что власть, следствие, суды, они работали качественно. Было совершенно другое правосознание, допустим, мы говорим, подождите, ну мы же не в Америке, не в Великобритании, не в Афганде. Суду. Следствие было возбуждено через день после дуэли. Пушкин к этому времени скончался. Так следствие все велось фактически две недели. Через две недели участники дуэли были приданы на судебном услышание, был вынесен приговор. Так, согласно указу царя, за участие дуэли была предусмотрена смертная казнь через повешение. Так вот, секунданту Данзасу, секунданту Пушкина Данзасу, суд вынес решение. Несмотря на императивную норму царя, я повторюсь, смертная казнь через повешение. Было назначено на наказание две недели питерской гауптвахты. И Верховный суд с этим согласился, и царь написал быть посему. Почему? Просто я почему этот пример привел, потому что какое высокое правосознание. Когда судебный следователь спрашивает Данзаса, вы знали о том, что есть указ царя о смертной казни через повешение за участие в дуэли? Ответ, да, знал. А почему вы участвовали в дуэли? Пушкин Александр Сергеевич, мой друг, и как друга я не мог отказать. Понимаете, если мы сегодня сможем поднять правосознание нашего общества, наших работников, чиновников и граждан к такой степени правосознания, то нам не нужно совершенно менять конституцию, не нужно создавать над структуру, над парламентом, над всеми ветвями власти. Совершенно не нужно. Нужно обратиться к самому себе. Вот я, когда был работником прокуратуры... Как обратиться мне к президенту России, который может себе позволить высказаться в адрес протестующих, что это бандерлоги или ходящие с контрацептивами? Вот как к нему обратиться? Нам всем нужно начать с самого себя. Если я, будучи молодым следователем, или покурат, мог позволить себе нарушать правила дорожного движения, я сейчас этого не делаю, и водителю не разрешаю этого делать. Андрей Борисович, вы видели ролики в Ютьюбе, как нарушают господа чиновники правила дорожного движения? Да, видел. Но за эти нарушения и нас и депутаты нарушают, и есть такие, и следователи, и прокуроры, и судьи. Но вы знаете, судья, который одевает мантию, не всегда он является судью. Я все-таки хочу концептуально обсуждать. Понимаете, безусловно, может быть в нашей истории что-то и было положительного. Обратите внимание, мы очень молодое демократическое государство. Я повторюсь. И смотрите, за это время, с момента нашего российского уже Государственной Думы, какие приняты, мы говорим, что нет парламентской контроли, да он есть. Есть и тот же правительственные части, есть и парламентские слушания, есть и парламентское расследование. Все это механизм есть. По итогам правительственного часа вы можете отправить министра в отставку? По итогам правительственного часа мы можем подготовить обращение к президенту России, к представителю правительства России, дать рекомендации правительства России. Снять не можете, да? Но мы можем поднять вопрос о снятии должности. Но вопрос в другом, что если, допустим, я как законодатель, ну я просто молодой законодатель, ну вот можно Геннадий Владимирович, почему тогда депутаты тех созывов могли что-то допустить, если они хотели что-то улучшить, почему они не были ориентированы все-таки на повышение правосознания нашей красной работы. Но смотрите, 1994 год был принят федеральный закон о статусе члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы. Дальше, 1995 год, федеральный закон о счетной плате Российской Федерации как главного инструмента по контролю за бюджетом страны. Это чистые инструменты парламентского контроля, которые работают. 1997 год, закон о полномоченном по правам человека, работает. О парламентском расследовании, работает. О контрольных полномочиях Государственной Думы в отношении правительства Российской Федерации, 2007 год, работает. Сегодня мы пришли к пониманию, что необходимо все эти нормы, которые есть в форме парламентского контроля, ввести воедино и создать новый закон о парламентском контроле, чтобы у всех одинаковое было сознание и понимание, как у простого рабочего на заводе, так и у министра и у президента, что такое парламентский контроль. И у всех должно одинаковое быть понимание для того, чтобы можно было работать. Потому что у меня такое ощущение, знаете, мы двигаемся на машине, все знаем, что это машина, а куда она едет, как повернуть, мы не знаем. Но есть механизмы парламентского контроля. Так почему они не работают? Если мы хотим, чтобы они улучшили... А почему они не работают? В чем причина? А может быть в качестве... Может в том, что исполнительная власть доминирует? Нет, 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 они работают. Они работают. Просто мы об этом мало знаем. Нужно просто улучшить. Если мы хотим улучшить качество работы, тогда нужно это делать, заниматься качеством. Но ни в коем случае не рушить Конституцию. Если мы хотим улучшить, пожалуйста, давайте будем улучшать. Это Анатолий Выборнов. Но нужно начинать, опять же, нужно начинать все-таки с себя, с его личного повышения правосознания и ответственности личной. Мы продолжим наш диалог. Геннадий Гудков и Анатолий Выборнов, представители двух фракций «Справедливая Россия», «Единая Россия», здесь в реальном времени на «Финам.ФМ» после краткого выпуска. 19 часов 31 минута, это реальное время «Финам.ФМ», здесь Геннадий Гудков, депутат Госдумы России, член фракции «Справедливая Россия», Анатолий Выборнов, депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия». Почему в России отсутствует парламентский контроль? Ваши письма на «Финам.ФМ», там же идет и прямая веб-трансляция, и ваши звонки на 65 10 99 и 6, код «Москвы 495». Геннадий Владимирович, ну вот чем парируете? А ты что парировать-то? Парировать-то нечего, что у нас должно быть хорошо, но у нас все плохо. Я же правильно понял, начинать с себя. Когда дети рождаются и поступают в детский садик, и потом в школу, они в принципе все практически одинаковые. А вот что-то с ними потом происходит, когда они попадают в условия, например, той же бюрократической системы, которая нещадно ворует. И там они должны либо плыть вместе с системой, либо против течения. Против течения сегодня легко вышвырнуть любого. А выходит дело, они плывут по течению, там полная бесконтрольность, там невозможно посмотреть, что делается. Ну возьмем любую там сейчас, вот допустим, я провожу пример Кущевки. Да если бы, допустим, была бы комиссия и посмотрел, что там творилось в закрытых делах, да посмотрел бы, как там оценивались факты. Я вас уверяю, там попахи бы полетели только так. Не дают. Я как-то внес поправку в статус закона, в статус депутата, чтобы предоставить право депутату знакомиться с делами отработанными, по которым нет уже ни следственных, ни оперативных действий, списанных в архив. Сказали, не, нельзя. Почему? Нельзя. Вы что там? А просто нельзя и все? Нельзя и все. Митрофанов выступал, интересный аргумент, говорит, слушайте, а как мы можем изучить правоприменительные практики? Мы пишем законы, а мы не знаем, как они работают. Вы нам дайте хоть возможность почитать, вот как вы там отработали уголовное дело и закрыли. Мы хоть посмотрим. Не, нельзя. Почему? Потому что там сокрыты, в том числе, и непрофессионализм, и коррупция, и чудовищные преступления, и прочее, прочее, прочее. Далья Борисович, вот скажите мне, пожалуйста, вот кто на сегодняшний день контролирует исполнительную власть? Никто. Кто контролирует господина президента? Вот для меня господин президент не является сакральной фигурой. Это чиновник, высокопоставленный чиновник, избранный, но не более того, на конкретный срок, шестилетний, да? Он грешный человек по своей сути, как и любой из нас. Я хочу понять, кто контролирует господина президента, кто исполнительную власть, правительство, кабинет министров, кто? Вы знаете, еще раз вернемся. Да. Дед Пихто. Прокуратура Российской Федерации, да? Это основной федеральный централизованный орган по контролю за соблюдением Конституции, федеральных законов и других. То есть господин Чайка контролирует господина Путина? Что касается парламентского контроля, парламент может выдвинуть обвинение против президента России. Это есть такая форма. Это согласно Конституции Российской Федерации. Но я сейчас вернусь к тезису Геннадия Владимировича по поводу контроля. Да, мы можем приводить разные примеры, и их много примеров. Но а почему другой пример не взять? Допустим, самый простой у нас, депутатов Государственной Думы. Геннадий Владимирович говорит, что мы никто и звать нас никак. Но на самом деле я скажу по-другому. Да, возьмем пример. Обманутые дочери. Здесь, в Подмосковье, не надо далеко ходить, там свыше их сотни в одной из коммерческих компаний, обратились ко мне с вопросом о том, что вложили деньги 7 лет назад, через год обещали дома построить, детские садики, поликлиники, и все будет красиво, и все будет хорошо. Это не чиновников касается, это касается коммерческих организаций. И что получается? Спустя 2-3 года, нет, приезжают на место, нет ни дома, ни детского садика, ни школы, вообще ничего нет. И голая земля. И той, наверное, принадлежит другому хозяину. Так вопрос. Да, действительно, они долгое время не могли восстановить свои правонарушенные права. Обратились ко мне, как к депутату Государственной Думы. Мы в Торгово-Промышленной Палате России провели круглый стол с участием судей, прокуроров, следователей, всех-всех-всех. Обсудили вопрос, установили проблему, причину. Да, действительно, кто-то живет в Израиле и уже здесь не работает, а именно он бы модератором этих схемов был. Да, действительно, они не могли возбудить даже уголовное дело. Ну, после моего вмешательства дело было возбуждено, сейчас расследуется. И, по крайней мере, уже есть надежда, чтобы они восстановили свои нарушенные права. Это конкретный маленький пример механизма парламентского контроля. Я все-таки настаиваю на высшей власти, которая существует в России. Кто ее контролирует? Вот кто контролирует? Господь, Бог. А у нас есть норма, которая позволяет... А если там атеисты? А если атеисты в исполнительной власти? Ну, все, значит, никто. Вы знаете, это эритрический вопрос, почему? Нет, не эритрический вопрос. Вы допускайте, что можно ошибаться. Анатолий Борисович, как молодой парламентарий, я просто расскажу свой опыт. Все могут ошибаться, все мы ошибаемся. Но вопрос в том, что у нас нет неприкосновенных людей. Даже депутатская неприкосновенность... У нас есть каста неприкосновенных. Кто же может быть лишен, не буду приведить примеры, проводятся проверки. Бессонова хотят лишить. Генеральный прокурор Российской Федерации внесся... За нарушение полиции хотят лишить Бессонова иммунитета. Ну, на самом деле там... За злоупотребление должностными полномочиями сотрудников полиции будут лишать депутатские инмунитета членов КПРФ. У нас членов КПРФ, да, да, депутат. Но это работает. Можно я вот нейтрально расскажу про США? Вот по конкретному примеру нужно разбираться. Когда в целом, говорите, вот есть неприкасаемые, есть эти, которые над властью... Ну, ответим на вопрос. То есть Генпрокуратура контролирует исполнительную власть? Я правильно понимаю? Конечно. Федерально. То есть Чайка может возбудить дело в отношении любого министра? Следственный комитет России Басрыкин может. Может. Геннадий Гутков. Ну, вот я могу рассказать свой опыт, такой исторический. В 1987 году, это было давно, я приехал в Соединенные Штаты Америки, будучи молодым сотрудником КГБ, под крышей Минпроса были такие поездки. И в этот момент в Соединенных Штатах Америки шло парламентское расследование Ирангейта. Это парламентское расследование транслируется в прямом эфире, подчеркиваю, абсолютно прямом эфире на всю страну. И помимо там известного полковника Норта, который там был завязан на поставках вооружения в Иран, допрашивали, вот зрители были, все страна, все там 300 миллионов или 280, да, их было. Президента, по-моему, нет, не Рейгана, кто был до Рейгана? Картера, по-моему. Картер. Вот президент, по-моему, я могу ошибаться, но вот в 87-й год кто был президентом. Президент Соединенных Штатов Америки, по-моему, Картер Джимми. Как школьник сидел на Сенатской комиссии, крутился, так сказать, здесь у него что-то, только ручку он крутил в руках, и он прилюдно на всю страну отвечал в прямом эфире на очень острые, жесткие вопросы конгрессменов и членов Сената. И вот они показывают, вот у нас страна, у нас закон главный, и кто бы его не нарушил, президент или прочее. Вспомним, давайте, случай совсем недавний, Моника Левинский и Блин Клинтон, Билл Клинтон, да? Вспомните, когда там все это вот гласно абсолютно все, допросы, расспросы, президенты продолжались несколько раз в комиссиях Сената. Они показывают, что мы уважаем президента, мы его избираем, но он такой же, как и все, отвечает перед законом, если вдруг это необходимо для американского народа. В России это невозможно? Возможно. Возможно. А почему нет-то? Нет, вот сейчас по факту. Вот мы пытаемся, мы, кстати говоря, вывели президента за скобки нашего закона, понимали, что мы живем в России, мы вывели президента, все остальные остались. Но, тем не менее, сегодня, понимаете, страна завоевана бюрократами. Это правда. И они используют страну для того, чтобы ее просто разворовать. Не все, конечно. Есть порядочные люди, есть хорошие, но в целом система бюрократической вот этой номенклатуры работает на разворовании страны. И вот этими призывами к самому себе, а Васька слушает, да ест, это не остановить. Призывами там к чайке, Юрий Яковлевич, наведите порядок, это невозможно сделать, потому что он часть системы. Если он начнет с этим бороться активно и наверху, его они быстро уберут, найдут тысячу способов. Поэтому на сегодняшний день только народ и только его представители, народы, представители власти, может остановить эту вакханалию коррупции, воровства, беспредела. Никаких иных способов в мире не придумано. Не надо избритать велосипед. Не надо говорить о том, что мы демократическое правовое государство. Если у нас абсолютно бесправие, если у нас зависимый суд, если у нас в ручном режиме управляется абсолютно всем, и мы говорим, что мы замечательная страна, у нас все хорошо, чуть-чуть подправить, чуть-чуть подшлифовать, подректовать и подкрасить. Полная ерунда. У нас вот эти все несущие конструкции уже скоро обрушатся, потому что у нас осталась только одна несущая конструкция, лично Владимир Владимирович Путин, на котором вся эта конструкция держится. Не дай бог, завтра у него схватит насморк или еще что-нибудь похуже. И вся эта конструкция рухнет вместе со 140-миллионным народом и чудовищным количеством проблем, которые мы накопили за эти годы. И если мы все равно это сделаем, это все равно будет. Это будет либо сейчас, либо это будет чуть позже, но все равно к этому страна придет. Либо страны не будет. Вот надо выбрать. Вы знаете, категорически не согласен. Объясню почему. Ну вот законопроект, который Геннадий Владимирович предложил и другие депутаты, я внимательно смотрел, как предложение парламентскому контролю, вы знаете, и, вы знаете, реально пришел, это ужас. Объясню почему. Вы знаете, по данному законопроекту... Когда вы ознакомились, да? Да, ознакомился, да. По данному законопроекту, лица парламентского контроля, которые наделены этим полномочиями, они могут прийти в любую организацию, государственную, негосударственную, в любую форму секретности, причем и коммерческую, и государственную, и причем пригласить людей, торжественных лиц, граждан, любых, и те обязаны давать объяснение. Я подчеркну, обязаны. Причем, обратите внимание, это не то, что даже следствие или суд, где человек не может свидетельствовать, не имеет право не свидетельствовать против себя, своих родных и близких, а здесь они обязаны давать объяснение. Вы знаете, это сказать, что это 37-й год, это примерно вот близко к этому, потому что у человека нет вариантов, он обязан прийти и свидетельствовать против самого себя и так далее. Потом, следующее. Вот там есть такой элемент, элементы уполномоченных лиц. Причем, обратите внимание, уполномоченные лица, сколько их может быть, этих уполномоченных лиц? Только депутаты, члены Совет Федерации. Какие? Нет, это уполномоченные лица. Только депутаты, члены Совет Федерации, Анатолий Борисович. Там есть... В статье написано, кто может быть членами комиссии, только депутаты, члены Совет Федерации. И уполномоченные лица. Только могут привлекаться в качестве экспертов и специалистов. Я вас не перебивал, секундочку, я вас не перебивал. Не надо мой закон перевернуть. Нет, нет, это можно поднять и почитать все. И таким образом получается, если уполномоченные эти лица, которые наделены такими же полномочиями, как и сами парламентарии, они могут прийти в любую организацию, то это получается передел собственности, потому что они также будут отбирать объяснение. А если эти лица с криминальным прошлым и что тогда делать? Депутаты, депутаты из Федерации? Там речь идет о парламентариях и иных лицах, и уполномоченных лицах. Это статья 18, можно посмотреть, законопроект. Так вот, фактически, если мы, допустим, то тогда, вот недавнее прошлое, было понятие, даже президент провозгласил, кошмарить бизнес, то это покажется еще детский репет, потому что нас не будет не только кошмарить бизнес, но и всех ветвей власти над... А сейчас не кошмарит, Анатолий Борисович? Вы знаете, мы фактически... Вот сейчас присутствие Кислины Гудкова, по-моему, это очень так иезуитски звучит. Фактически, это будет кошмарить, это будет очень даже мило в те времена, потому что... Слушайте, я столько у меня, ребят, знакомых бизнесменов, которые мне рассказывают, столько интересного, фрактивы. В то время, в то время. Как это все делается? А представьте себе, что теперь будут наделены не только парламентарии, но и уполномоченные лица. А сколько у этих полномоченных лиц? 100, 200, 300, которые могут быть, там это не говорено. Возвращение 1937 года? Значит, это возвращение как раз нормальных основ, для чего вообще парламенты придумывались. Вообще парламенты возникли как палаты общин исторические. Они возникли для того, чтобы быть сдерживающим барьером без ограниченных полномочий абсолютных монархов. Парламенты возникли, когда шла монополизация власти. У нас вроде как официально же не монархия. У нас еще хуже, чем монархия. Монарх там более ограничен в полномочиях, нежели наш царь. Вот поэтому на сегодняшний день изначальные функции парламента, подчеркиваю, начиналось с контроля за властью. И то, что сейчас Анатолий Борисович вводит в шок, это просто от его неопытности. Потому что во всем мире эти механизмы работают. Любое лицо, любая организация, любые документы, любые должностные лица, это народ, говорит. И народ имеет право знать, что делают исполнители лица, должностные лица с его деньгами, которые он платит как налогоплательщик. Все создает народ, а не кто-то там дядя Вася, который там обладает гигантским полномочиям. Теперь это первое. Теперь дальше. Такими правами действительно в нашем законопроекте наделяются депутаты федерального собрания, членов Совета Федерации. Хотя это очень малая легитимность, членов Совета Федерации. Депутаты региональных парламентов, в том числе и двухпалатных, если есть. И прописана возможность в очень ограниченном масштабе депутатов муниципальных собраний, законодательных полномочий, которые к нам их касаются. То есть есть федеральный парламент, он может образовать комиссию по любому вопросу. Есть региональный, он может образовать по любому региональному вопросу. Ну и может быть... А у полномочий лица вот о чем говорил? Это эксперты, которые привлекаются для экспертизы. Это специалисты, без которых невозможно понять. То есть они не влияют на решение. Они не наделяются этими правами. Значит, во всем мире, для Анатолия Борисовича специально говорю, парламентские комиссии контроля и парламентские комиссии расследования, во-первых, во всех конституциях написано, что это высшая форма контроля и высшая форма следствия. Во-вторых, эти комиссии наделяются правами шире, чем следователи. Они могут давать моральную оценку и политическую, а следователь только может давать законодательную. Почему там про свидетельство он говорит? Во всем мире это не следствие. Оно не сажает. Оно не отдает срок. Оно не ограничивает каким-то свободу. Оно дает оценку, что произошло. И если необходимо, чтобы с человеком занимались компетентные органы, как это принято говорить, комиссия парламентского расследования направляет материалы и требует от соответствующих институтов власти разобраться в уголовном процессуальном порядке, в административном и так далее. Но они принимают решение. Вернее, высказывают точку зрения. Может это должностное лицо занимать должность или не может. Следует, так сказать, там президенту рассмотреть увольнение этого министра или замминистра или не следует. И в нашем законе вот эти механизмы заложены в обязательности мотивированной реакции власти на результаты комиссии парламентского расследования. Почему мы это сделали? Вот Бесландская комиссия, нет, Пасаяна-Шушенская, ГРС, работала комиссия. Какой результат? Мы сейчас прервемся буквально на краткий выпуск новостей. Геннадий Гудков и Анатолий Выборный здесь и сейчас в реальном времени. Я обращаюсь еще раз к каждому из вас. Действительно, это принципиальное смс-голосование. Если вам близка позиция Геннадия Гудкова, 5-5-3-3, смс-сообщение с буквой А. Вам близка позиция Анатолия Выборного, 5-5-3-3, смс-сообщение с буквой Б. Геннадий Гудкович, надевайте наушники, потому что мы начинаем общаться и со слушателями. Вот такой вопрос. Один звонок, одно письмо. Вот в таком режиме будем идти. Александр пишет, когда последний раз работал парламентский контроль и что он удачно проконтролировал? Когда нашел каких-то виновных? Я вам цитирую письма, пусть они немножечко даже так, с литературной точки зрения, коряво написаны, но тем не менее, этот вопрос слушатель Александра. Пожалуйста. Я перед этим говорил о том, что месяц назад я лично провел расследование, которое по обращению ко мне, одни из обманутых дольщиков, и мы добились возбуждения уголовного дела, и сейчас расследуется уголовное дело. Это было буквально совсем недавно, и это можно проверить. Все, хорошо. Такой ответ. Я даю ответ. Никогда, нынешний механизм парламентского контроля абсолютно декоративный, это имитация парламентского контроля, они ничего не дают, и вы сами видите, что коррупция, беспредел, произвол только становится хуже и хуже. Добрый вечер, в эфире, как вас зовут? Алло, Юрий, добрый вечер, меня зовут Василий, Москва. Да, Василий. Ну, это не вопрос, а короткая ремарка. Хотел поставить к своему выборному прослушать все ваши эфиры прекрасные, где только представители Единой России говорят о том, что судебная власть у нас в стране независима. Другие люди так не думают, так кажется. Большое спасибо. Да, спасибо. Ну, это реплика. Да, это конституция из-за капельного, что президент представляет все кандидатуры. На самом деле, еще странная ситуация, то есть я приглашаю, все знают, реальное время, площадка для дискуссии, да? Кроме единорусов, никто мне об этом не говорит. Просто я говорю о том, что судьи, это те же люди, которые одевают мантию, ну, и они допускают ошибки, но именно таких людей нужно, я лично между нами говорю, я так и пришел в Государственную Думу для того, чтобы добиваться, чтобы милиционеры, следователи, прокуроры, судьи работали. И мы сейчас добиваемся, чтобы за подлог документов в рамках уголовного дела несли ответственность, за фальсификацию уголовного дела несли ответственность, но не ту ответственность, которая была раньше, а более повышенную ответственность. И, конечно, если мы проанализируем дачу взятки и получение взятки, то сейчас чиновники отказываются от получения взяток, потому что они боятся от такого позора, отмыться невозможно. И сейчас право осознания меняется, это объективно. За последние четыре года принято больше 60 федеральных законов, нормативно правоактов федерального уровня, больше половины из них законны о противодействии коррупции. А может быть более в концептуальном моменте вот проблема? Смотрите, господина Маршякова, я ее постоянно привожу. Лучше или хуже становится? Да, она экс-судья Конституционного суда, один из самых авторитетов, да, правоведов в России. Она мне открыто сказала, что пока президент назначает всех судей, эта проблема будет существовать. Ну, может быть, стоит поделиться господину президенту полномочиями. Если мы сегодня говорим о парламентской контроле, то назначение судей Верховного суда, это назначает, конечно, парламент, не же стоящих судов, да, президент России. Но вопрос даже не в том, кто кого назначает, вопрос проверки этих кандидатов на судей, они должны приехать более тщательную проверку. А ответственные, которые пропускают таких судей, как кадровые органы, они должны за это тоже нести ответственность. Есть такие факты уже? Ну, я сейчас не могу сказать, чтобы кадровые органы нести за это ответственность, но я здесь... Не, ну я просто осознанно скажу. Юра, Юра, поймите одно. Для того, чтобы эту систему менять, и на самом деле мы уже меняем. Это Анатолий Выборнов, фракция Единой России, Геннадий Гудков. А дело в системе. Русские там или россияне ничуть не хуже, не лучше, чем финны или шведы. Но если финны и шведы находятся под контролем, каждый чих, каждый шаг контролируется, и там невозможно даже не только украсть, даже если украл, невозможно истратить, и воспользоваться. Там они вынуждены быть честными. А у нас даже честные люди, попадая в воровскую систему, начинают играть по общим правилам. Ну подождите, вот когда... И система является главным. Какова система, такие в ней люди будут. И вот сейчас вопрос мой Анатолий Борисович. Анатолий Борисович, вот все может там 60 законов, 600, 6 тысяч принять, и там что-то еще. Лучше стало или хуже? Конечно, лучше. Вы посмотрите, у нас когда в парламенте стало Единая Россия, конституционное большинство в прошлом созыве, именно за этот период было принято вот этих 60 нормативных правовых фактов, о которых я говорю. И сегодня мы уже контролируем доходы чиновников. Уже есть база на каждого чиновника. И сегодня мы уже принимаем законопроект, который будет... А на Западе? И сегодня мы будем анализировать соответствие расходов, соответствие доходов. Но это начинает работать. И по крайней мере, менталитет людей тоже меняется. Понимаете, нет? Это неправда. Как-то неправда. Но я объясняю. Это работает. И как-то неправда или нет. Но посмотрите, мы только сегодня начали сформировать законодательный пакет антикоррупционный. До этого нельзя было это сделать. С 92-го года первый указ президента вышел о борьбе с коррупцией в органах системы власти. Но одним словом, работает, да? Единая Россия все время не хватает еще 12 лет, чтобы чего-то сделать. Непонятно, чем они занимались в предыдущие 12. Но это лучше, чем репрессии. Это лучше, чем репрессии. Но во всем... Вот вы говорите, вот мы контролируем чиновников. Вот это ерунда. Закон о контроле доходов чиновников, который внесен президентом, предусматривает действительно контроль за расходами чиновников со стороны самих чиновников. По правилам определенных чиновников. И более того, разглашение сведений о чиновниках и доходах является важной охраняемой тайной, за нарушение которой можно вылететь с работы в счет, а еще попасть под суд. Это первое. Во всем мире действительно существует контроль расходов. Но он осуществляется не в такой идиотской, мне простите, не парламентской выражения форме, как предложено в России, когда кто-то чиновники других чиновников проверяет и потом с ними, видимо, там договариваются, делятся. А во всем мире данные на чиновников, вообще на граждан, выкладываются в сеть интернет. И вся страна превращается в контролеров совершенно бесплатных. И вот такой механизм существует на Западе уже лет 50. Когда я учился в 87-м году в Академии внешней разведки, в 88-м году, нас уже учили, как обходить вот эти вот вещи, когда платная агентура, имея дополнительно от советской резидентуры 10, 12, 15 тысяч долларов, мы должны были помочь им легализовать эти доходы, иначе они попадали под колпак сначала финансового инспектора, который тут же мог слить в контрразведку. То есть вот какой механизм учета доходов, и в этом участвуют все граждане, ваши соседи, ваши служивцы, ваши друзья и завистники, ваши недруги, какие-то зловредные бабушки, общественники, пресса, журналисты и так далее. И там, пожалуйста, ты можешь украсть, но у тебя прямая дорога вот в тюрьму, поэтому люди там не крадут, не потому что они моральнее, и потому что с детского садика определили по критериям, что вот этот парень воровать, вот который сейчас на горшке сидит, не будет. А вот эта девочка, которая, так сказать, бантик завязывает там неправильно, будет. Это полная ерунда. Проблема в другом, что наши граждане, общественность еще не знает этих законов. Все это предписано в наших законодательстве, которое принято. Просто мы еще не знаем, что общественная организация, любая, может написать о том, что чиновник не соответствует доходу, расходу, и начинается проверка. Любой чиновник, обратите внимание, кадровыми органами. Кадровыми органами чиновников. И прокуратура уже наделена такими полномочиями. И сейчас, подождите, и сегодня, допустим, вы представьте себе, что если какую-либо лицу, неважно какое, обратилась к чиновнику с предложением коррупционной направленности, то чиновник сегодня обязан доложить к исходу рабочего дня или на утро следующего дня о том, что было такое обращение. Если он об этом не сообщит, начинается проверка в отношении этого чиновника, если об этом стало известно. Вы знаете, сегодня наши чиновники... Вы же рисканили, понимаете, да? Так нет, по законодательству это есть. Можно я скажу анекдот короткий? Просто наши граждане еще этого не знают. Но если наши граждане будут уже информированы полностью, как законы написаны и как они работают, то, вы знаете, конечно, такого не будет. Подождите, я обязан напомнить слушателям, что идет смс-голосование. Если вам близка позиция Геннадия Гудкова, то 55-33 смс-сообщение с буквой А. Вам близка позиция Анатолия Выборнова, тогда 55-33 смс-сообщение с буквой Б. Коротко. Коротко очень просто. Когда есть такой анекдот, распространенный во всех кругах. Когда заходит подчиненный и говорит, там, Иван Иванович, разрешите доложить? Иван Иванович оттопыривает карман и говорит, докладывайте. Вот, поэтому, очевидно, вся система бюрократическая строится на круговой поруке, на круговой защите. Она как редут, как крепость, в которой есть внутренний механизм. И если кто-то там чего-то делает не так, его немедленно вышвыривает оттуда, причем с волчьим билетом. На сегодняшний день, более того, Единая Россия приняла замечательный закон, по которому начальник может уволить любого специалиста, чиновника, по недоверию. Вот не доверяет ему, он не столько мне приносит, он должен приносить больше. Вы знаете, что во многих бидрократических заведениях сегодня, в том числе в силовых, существует план по наличке. И если вы его не выполняете, план по наличке, у вас есть все шансы, что вы пойдете из этого ведомства в ООН. Но это же криминал. Это криминал? Это круговая порука? Нет, это менталитет, который сложился в очень многих ведомствах и системах. И вот если там гаишник Иванов приносит меньше, допустим, начальнику 15 тысяч, это есть основания с сомнением его профессиональной пригодности на этом месте в это время. Что вы говорите? Какие там чиновники, какие там эти самые? Что-то полная ерунда. Он сажает у нас целыми отделениями уже, коллективами целыми сажает. А мы говорим, что они там будут приходить, чего-то такое. Все это полная имитация борьбы с коррупцией. И вот власть будет находить всегда своих, будет говорить, что мы нарушаем конституцию, хотя они сами тащат закон о парламентском контроле, не нарушая их якобы конституции. Они будут говорить, что нужно там подождать, что нужно там правовое сознание лет через 20 должно возникнуть. Они будут говорить, что мы должны изучить мировой опыт, который там в двух шагах от нас, от Санкт-Петербурга, в Хельсинки, давно уже возник. Они будут говорить тысячи аргументов для того, чтобы только не лишить своих доходов. Вы знаете, мы не можем утром проснуться и мы оказаться в другом государстве. Все-таки общество должно созреть к тем законодатам, которые у нас есть. А власть зреет к этому? Конечно, зреет. Конечно, зреет. Просто нам еще нужно начинать с себя. Если каждый из нас начнет с себя, то, конечно, государство будет совершенно другое. Но опасность в том, что мы можем таким образом пойти, если мы пойдем по этому пути, мы можем парализовать всю систему государственной власти. Все, к сожалению, наше время завершилось. Спасибо вам огромное, что вы нашли время. Геннадий Гудков, депутат Госдумы, член фракции «Справедливая Россия», Анатолий Выборный, депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия». Были сегодня в реальном времени. Итоги СМС-голосования, в общем-то, убийственные на самом деле. А 96,85% слушателей реального времени на радиостанции «Финам.ФМ» им близка позиция Геннадия Гудкова. Это ненормально тоже. 96,85%. Слушайте, это такое голосование. И только 3,15% поддерживает позицию Анатолия Выборного. У нас качественная аудитория. Я здесь не соглашусь с Геннадием Гудковым. Господа, спасибо огромное. Реальное время «Финам.ФМ».